Всех приветствую на моем канале по Альбион онлайн. Начнем с розыгрыша. Я обещал разыграть три випря комментаторам, которые мне понравятся. Вот эти комментарии выиграли. Вы уже прописаны в сундуках на моем личном острове. В каждом из сундуков лежит по вашему призу, по випрю. Прилетайте, забирайте. Всем спасибо, кто участвовал, все комментарии прочитал. В этом видео тоже проведем розыгрыш. Разыгрывать будем три летучих мышки, три победителя, через генератор случайного комментария. Все как обычно. Пишите любой коммент под этим видео. Хорошее, плохое, вообще о чем угодно, это абсолютно не важно. Указывайте в конце свой ник и через неделю будем подводить итоги розыгрыша. Всем удачи! Как вы уже, наверное, поняли из названия видео, оно будет у нас про карабты. Сразу скажу, что автор данного видео уже поруки, поэтому строго его игру не судите. Что такое карабты? Карабты это проклятые подземелья, открываются они в открытом мире, точно так же, как и соло данжи, имеют такой красный, красно-оранжевый цвет. Зайдя туда, вы увидите, во-первых, мини-карту, в отличие от соло данжей, во-вторых, кучу адских мобов, боссов, также и сундуки. Карабты бывают у нас безопасные и опасные. Безопасные карабты, также они называются охотник. Это карабты пятого тира, портал в которой открывается в синих и желтых локациях, а в случае пвп, ваш проигрыш не приведет вас к смерти и потере всех вещей, а лишь к потере сознания. Требуемая мощность по IP здесь будет 800. Опасные же карабты делятся на две сложности, это следопыт и убийца. Пвп здесь приведет уже к смерти и полной потере вещей, а выход в эти карабты открывается в красных и черных локациях. Для того, чтобы попасть в следопыт, это карабты шестого тира, требуется мощность IP 900. А для того, чтобы попасть в карабты восьмого тира, то есть в убийцу, требуется не только мощность на уровне 1200 IP, так еще и уровень бесчестия должен быть выше 100 тысяч. Уровень бесчестия можно посмотреть в характеристиках вашего персонажа. Его уровень также влияет на дроп, рун, душ, реликтов и игрушках в сундуках. Накапливается он просто убийством мобов в карабтов, убийством боссов, убийством других игроков. Таким образом, накопив 100 тысяч, вы сможете зайти в убийцу. Зайдя в карабты, сразу же посмотрите на мини-карту. Найдите такие точки, которые стоят одни в комнате или далеко от других точек. Это комнаты с боссами и сундуками. Я рекомендую всегда забирать боссов и сундуки и лишь после всего этого уходить. Лут в сундуках такой же рандомный, как и в сольниках. Сундуки тоже бывают как с лутом, так и с книгами. Зайдя в карабты, справа вы увидите шкалу, которую вам необходимо заполнить убийством монстров, для того, чтобы появился финальный босс и финальный сундук. Мета в карабтах почти всегда одинаковая, и вы всегда будете встречать там мечи, кинжалы, фростов, луки и курсу. Карабты – это отличный тренажер, который научит вас пвп один на один, принесет немного лута, а может быть кому-то и много лута, и фоймы. Если вы хотите заняться данным видом контента, не стесняйтесь, начинайте когда угодно, там очень редко что-то меняют, если меняют, то незначительно, а поэтому контент там постоянный. Также каранты можно скипать. Что же это значит? Это значит то, что вы скипаете почти всех мобов, бежите прямиком к боссам, забираете боссов, сундуки из них, лут, по пути добиваете несколько мобов, чтобы заполнить шкалу, убиваете финального босса и вторгаетесь в другое подземелье. И чистите следующее, не сражаясь с игроками. Если к вам вторглись вдруг вражеские игроки, то вы просто разбиваете три кристалла, которые у вас на карте появляются, и выгоняете соперника домой. Бизнес-кип должен быть очень мобильный и дорогой. Обычно это медвежьи лапы. На заработок со скипа достигает от 2 до 3 миллионов в час. Чтобы вторгнуться во вражеское подземелье и начать пвп, при входе в карабты стоит такой обелиск со свитком. Нужно на него нажать, подождать некоторое время, после этого вы обязательно попадете к другому игроку, вторгнете его подземелье или к вам вторгнется кто-то и начнется пвп. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Огромная благодарность и спасибо всем тем, кто уже подписан, кто ставит лайки. Это реально помогает мне делать видео намного чаще и качественней. Всем спасибо, что посмотрели. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok